Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист, и сегодня у меня в гостях Аббас Галямов, политехнолог. Аббас, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня будем говорить о том, кто слил секретные супер документы о наступлении Украины и вообще ли это секретные документы. Китай охладел или не охладел к России, причем здесь визит Макрона, и кадыровцы угрожают москвичам. Обо всем об этом мы поговорим сразу после того, как ответим на вопросы от наших зрителей, напоминаю таблиц интервью, короткие вопросы, короткие ответы. И вот следующий вопрос интересует зрителей. Данилов сказал, что Россия распадется через 5-7 лет. Как оцениваете такую временную дату, 5-7 лет? Война повысила шансы на реализацию этого сценария. То есть, если раньше этот сценарий мне казался очень крайне малореалистичным, то после того, как началась война, но уверенности, что он будет реализован, у меня по-прежнему нет. Я бы сказал так, 90%, ну окей, 80%, что не распадется. Может быть, отпадет одна-две территории, не более того. А если кто-то отпадет, то кто это будет? Ну, в первую очередь, кто-то из регионов Кавказа. Либерал. Почему это слово стало ругательным у российских пропагандистов? Ну, потому что либеральные реформы 90-х годов дискредитировали себя. Они привели не к росту уровня жизни, как того ждали граждане, ждало население, а наоборот, к их снижению. Либералы, приходя к власти, не объяснили, что моментального роста уровня жизни невозможно, что придется пройти через серьезный период ломки. Да, и, соответственно, люди ждали быстро пряник и клюшек, не получили их, были разочарованы. Поэтому слово либерализм и стали использовать в качестве ругательного в российской политике. Если бы не война в Украине, Финляндия вступила бы так спешно в НАТО? Нет. Совершенно очевидно, нет. То есть Путин хотел не распространения НАТО, а войной в Украине он добился обратного? Ровно, да, у нас все смеются по этому поводу. То есть Россия, в принципе, просто издевается над Путиным, от своих стратег, так сказать, борясь с НАТО, в конце концов, пришел к усилению НАТО. То есть НАТО, в принципе, если бы не Путин, была структура умирающая, то есть непонятно для чего нужная. А он вдохнул своей активностью, он вдохнул в НАТО жизнь теперь, он вдохнул жизнь в НАТО, он вдохнул жизнь в Евросоюз. То есть теперь те самые евроскептики, которые еще год-полтора назад говорили, да, на черту нам этот Евросоюз нужен, никто не сомневается уже из них, ну, большинство из них не сомневается в том, что Евросоюз, да, нужен, теперь мы это видим. Нужна Единая Европа, чтобы противостоять вот таким психам, как Путин. То есть в этом смысле он прямо вот в стратегическом плане добивается целей ровно противоположных, значит, тем, которые он перед собой ставил изначально. Китай хочет выжать максимум из России. А что такое максимум, по вашему мнению? Ну, в ресурсном плане это, значит, там, все от дешевой нефти, дешевого газа, значит, леса, сдачи в аренду, там, сельскосугодий, допуска Китая в инфраструктурные проекты, значит, чтобы китайцы и китайские инвесторы могли покупать акции тех предприятий, которые их интересуют и куда раньше там их не допускали по соображениям безопасности. Вот, это, так сказать, материальный фактор. Ну, а в смысле политическом, так же, ну, чтобы Путин подыгрывал им, чтобы все китайские начинания на международной арене он поддерживал, чтобы он продолжал действовать в ущерб России, вратовать с Сападом, чтобы китайцы могли с этого стричь купоны. Вот как-то так. Какой-нибудь аннексии или какой-нибудь присоединение чего-нибудь к Китаю не произойдет? Вот это не максимум? Ну, я бы сейчас этого не включал. Год назад сказал бы, что это highly unlikely, так сказать, ну, маловероятно. Но сейчас Путин сам выпустил сценарий, когда такие вещи уже возможны. Вводишь войска, объявляешь это исторически своей территорией, говоришь, что добро пожаловать в родную гавань, организуешь псевдореферендум, и все, и ты уверен, что ты, так сказать, легитимный владелец этих земель. А сейчас состав России входит немало территорий, которые когда-то принадлежали Китаю, и Китай считает их своими. Поэтому, да, этот сценарий тоже совершенно не исключен. Хорошо, давайте теперь поговорим о вопросах, которых нас интересовали последнюю неделю. И вот недавно появилась информация, кто слил секреты, там, чуть ли не наступления, документы о наступлении вооруженных сил Украины. Давайте для начала разберемся. Ну, вы видели эту информацию или еще нет? Да, я видел, и, честно скажу, тут столько возможных вариантов, что я даже гадать не хочу. Ну, то есть, во-первых, надо понять, это реальная информация или это, условно говоря, ДЭЗа. Ну, так ведь спецслужбы и работают. Условно говоря, вот там написано, там, я не знаю, 9 бригад, например, да? А их, на самом деле, может, не 9, а 15. Вот сливаешь информацию о 9, да? И враг не готов к твоим 15. Ну, это так делается. Да, или там даты сдвинули, или направление удара сдвинули. Значит, поэтому, ну, это 50 на 50. Это вот, знаете, как в том анекдоте про блондинку. Вот, каков шанс встретить динозавра? Ну, 50 на 50. Ну, это либо встреча, либо встреча, либо не встреча. Вот, я боюсь, что я, на самом деле, вот по этому вопросу дальше вот этого пойти не смогу. Опять же, какая-то странная история. Ну, окей, типа, если российские спецслужбы добыли эту информацию, ну, так что они ее поднесли в телеграм-канал-то? Ну, так, ну, то есть, это тоже не стилистика спецслужб. Значит, ну, добыли, принесли Путину, так сказать, принесли своим генералам. Те, значит, свои расчеты, исходя из этой добытой информации, строят. А эти тут же побежали сливать эту историю. Ну, то есть, либо какая-то ерунда, может, вообще не было никаких документов, сами там нарисовали этот план. Китай охладел. Правильно ли я понимаю? Заявление посла Китая в ЕС, что нет никакой безграничной дружбы. Это только риторика. Китаю не нравится, как ведет себя господин Путин. Вот это вот все. Это может быть тоже обратной риторикой на то, что да мы все с Россией дружим, просто вот для Европы мы готовим такую картинку. Или наоборот, действительно Китай охладел. Нет, а смотрите, тут нет вот такого вот жесткого водораздела там или-или. Ну, то есть, просто Китай продемонстрировал, что отношения с Россией для него не настолько важны, чтобы полностью пренеберечь отношениями с Европой в данном случае. Ну, с Западом шире, да. То есть, он, в принципе, продемонстрировал. Он просто преследует свой интерес, в общем-то, да. Но он понимает, что в результате произошедших событий, поездки СИБ в Москву, того информационного фона, который сформировался по итогам этой поездки, там, усилиями российской пропаганды, там, западного восприятия, связанного с текущим моментом. Ну, сформировался такой фон, что Китай, так сказать, однозначно в стороне России. И Китай решил, что, в общем, он не хочет, чтобы вот именно так все это выглядело и воспринималось. Да, то есть, он хочет продолжать играть роль нейтрального, так сказать, посредника между лагерями, а не, значит, стороны в конфликте. И поэтому он, так сказать, ушат холодной воды на путинскую пропаганду, ну, решил вылить. Да, и это подтверждает, ну, и то, что охладел, и то, что, так сказать, подыгрывает Европе. То есть, это абсолютно взаимосвязанная вещь. Кадыровцы угрожают москвичам. Кадыровцы угрожают москвичам войной, которые, тем москвичам, которые вышли на протест против строительства мечети в Москве. Для чего и кто придумал этот конфликт? Или он сам с собой организовался, потому что, действительно, в Москве очень не любят кадыровцев, мусульман и т.д. и т.п. Ну, страх перед ними и нелюбовь к ним, безусловно, есть, носят массовый характер. Вообще, надо понимать, что вот этот дискурс политический, который наслаждал путинский режим напряжения почти без малого четверти, века, вот это активное использование того, что называется языка ненависти, языка вражды, конечно, привели к тому, что уважения к чужому вообще нет. Есть ксенофобия и боязнь чужого, есть ненависть к чужому. Так не бывает, что, знаете, мы учим людей ненавидеть американцев, а вот в части американцев они такие злодеи-головорезы, а как только американцев и украинцев там выводим за скобки, тут же они такие веселые и добрые и толерантные, и открытые. Геев повесит готово на столбах, а чеченцев любят теми фибрами души. Но так не бывает. То есть есть, в принципе, привычка воспринимать чужого как врага и не скрывать свои ненависти, и не стесняясь добиваться улучшения своей жизни за счет другого. Это все взаимосвязано. Поэтому, конечно же, знаете, я по этому поводу могу сказать, что я заметил за несколько лет перед началом войны по мере роста протестных настроений уменьшалась у россиян, уменьшалась доля негатива в отношении главных врагов, которых выбрала российская пропаганда, американцев, европейцев и украинцев. То есть вот перед войной симпатии к этим группам росли. В ноябре, если не ошибаюсь, это был ноябрь или декабрь 21-го года, то есть за три месяца до начала войны, опрос Левада-центр показал, что американцы и украинцы вышли в плюсы. За полгода до этого они еще были в минусах. Значит, ну, большее число людей говорило, что не любят украинцев и американцев, да, в мае. А в ноябре-декабре уже перевернулась ситуация, и большинство сказало, что мы их, ну, там не о любви речь, а о хорошем отношении. Хорошо или плохо относитесь? Сказали, да, мы к ним хорошо относимся. И при этом, то есть к внешним врагам отношение улучшалось, и одновременно увеличивались в стране вот в последние годы уровень ксенофобии и нелюбви по отношению к соседям, что называется, к Кавказам, значит, Среднеазиатам. Вот. Ну, то есть просто переключились, поскольку перестали слушать путинскую пропаганду, надоело, она как достала уже, да, переключились на внутреннюю ситуацию, «О, у нас мигранты здесь». И во время думской кампании, например, 21-го года, в Москве фактор мигрантов, я там консультировал, значит, нескольких кандидатов, я видел социологию, и там уровень вот боязни мигранта и антимигрантских настроений был очень высок. Вот. Ну, то есть, повторюсь, просто люди переключились с одного врага на другого. То есть их картина мира, их менталитет уже там не предполагает отсутствия врага. То есть кто-то должен быть злодей. И они вот в этом смысле переключились. Поэтому, да, там есть серьезные противоречия, значит, межэтнические, растущие. И вот эта мечеть триггернула здесь. А может быть такое, что завтра кадыровцы будут ездить на Мерседесах, БМВ по Москве и стрелять из автомата вверх и кричать «Русский смерть»? Ну, это время от времени, на самом деле, происходит. И по мере ослабления Путина это будет ослабление режима в целом. Число таких вещей, из таких историй будет усиливаться, да? Хорошо. Почему бы россиянам свою ненависть не переключить, условно говоря, на Путина, который, смотрите, на полставки работает на Европу, Россию предал, Россию загнал непонятно в какое, как это сказать, давайте скажем, опускает на дно. Почему бы им не переключиться на Путина? Ну, во-первых, нельзя сказать, что этого не происходит. Этот процесс происходит. По сравнению с 2018 годом путинский рейтинг постоянно падает. Вот после 2018 года этот процесс стал заметен. Допустим, вот ФОМ, который мерил до 2020 года электоральные рейтинги Путина. Согласно данным ФОМ, ФОМ, общественное мнение, с 76% Путина, где этот рейтинг находился в 2015 году, к январю 2020 года он упал до 45%. То есть, видите, с 76% до 45%. Ну, такое очень заметное падение. После января 2020 года его вообще перестали, ФОМ перестал его мерить и публиковать. Значит, у Левада-центра, они, ну, по-другому мерят, у них открытый вопрос они задают. То есть, если ФОМ задает вопрос закрытый, задавая, называя просто фамилию Путина, вот там, за кого из там кандидатов, и называют основных там, да, ну, как в галлютене. Вот Путин, вот Зюганов, вот там Миронов, вот, значит, Жириновский, теперь там Слуцкий. За кого из них вы проголосуете? Это максимально близко к реальному электоральному выбору, потому что, когда человек приходит на выборы, он получает беретень с фамилиями. А Левада-центр, он задает открытый вопрос. Он не называет фамилию, он просто говорит, за кого из политиков, действующих политиков, вы хотели бы проголосовать на ближайшем президентстве. И люди сами их называют. То есть, это не ситуация электорального участка, это чуть-чуть другой показатель. Но, тем не менее, начать сейчас точно цифры не скажу, но динамика там такая же, почти двукратное падение за последних 4-5 лет. Сейчас, после того, как война началась, и начались массовые репрессии, ну, о социологии говорить вообще не приходится. У нас, знаете, как стишок ходит там. Скажи, ты за или ты против? Учите, за против, есть статья. Поэтому, ну, нынешние опросы, они нерелевантны, они ничего не показывают. Люди боятся говорить правду. Они, ну, там, из 10 респондентов, которым звонят полстеры, 9 говорят, ой, извините, у меня молоко убежало, я не буду с вами разговаривать, не, 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 и бросают трубку. Вот. Поэтому опрашивают очень небольшую часть населения, большая часть населения недоступна. Да, и эти люди, ну, это такие специалисты, специфические люди, которые даже полстеру боятся сказать, что у них молоко убежало, и бросить трубку. Ну, то есть, настолько вот дисциплинированные, такие боязливые, знаете, значит, что вот, что от них надо, они все это воспроизводят. Ну, поэтому там они сейчас и 100% путинский рейтинг могут показать, но это бесконечно далеко от реальности. То есть, во-первых, вот претензии к Путину адресуются все чаще. Сейчас по-настоящему лоярный Путина группа населения, я бы сказал, исходя вот из своего опыта понимания российской внутриполитической динамики, я бы сказал, ну, процентов 30, ну, то есть треть населения. Две трети не лоярные уже. Там, ну, треть, треть 35 где-то. Это такие, ну, совсем уже резко негативно настроенные граждане. Остальные такие колеблющиеся. Но колеблющиеся в целом по все большему числу вопросов занимают такую нелояльную точку зрения. Вот. И вторая составляющая, вот, продолжаю отвечать на ваш вопрос, все-таки, ну, страшно бояться Путину претензии предъявлять. Ну, у нас репрессии, мы, по-моему, с вами обсуждали, ну, это не шуточная история. Просто за слова, несколько слов буквально, ну, десятку получить, но это вполне по-сталински уже, за анекдот там, да. Ребенка отобрали уже у отца, вот прецедент создан. То есть теперь любой родитель, у которого есть дети, ну, он холодным потом прикрывается и экстраполирует эту ситуацию на себя. Понятно, что в такой ситуации высказывает недовольство Путина не с руки. Да, там, кстати, новая история с девочкой 11 лет, о которой преподаватель заложил, написал донос. Но, смотрите, получается, что пропаганда теряет позиции. Я правильно понимаю? В целом, да. Просто индикаторов того, что это происходит, не так много. Ну, есть, конечно, то есть объем телесмотрения падает, да, людям все это все меньше интересно, они все меньше хотят слушать Киселева, Соловьева там. А почему? Ну, потому что врут слишком много. Ну, то есть это уже слишком очевидно, понимаете. Да, вот этот феномен военкоров, откуда он взял-то? Да даже лоялисты поняли, что смотреть этих актуальных пропагандистов ну, просто себя не уважают. Ну, что, просто ложь слышат. Да, и поэтому военкоры, они лояльны, но хотя бы правду пишут. Вот примерно такое восприятие. И поэтому на вчера еще совершенно неизвестных людей там пришли миллионы, миллионные аудитории. Они пришли от Соловьева. Это не те аудитории, которые от, там, Гудкова, от Навального. Нет, это те самые люди, которые вчера Соловьева, Сахабеева, там, слушали Симонян, там, вот. А теперь они ломанулись вот в направлении военкоров. Да, то есть, ну, нельзя до бесконечности, но уж так откровенно людей обманывают. Как, знаете, говорят, ты можешь обманывать какое-то количество людей всегда, ты можешь обманывать всех какое-то время, но ты не сможешь обманывать всех всегда. Вот прям ровно про нашу историю. Если вот люди больше не верят телевидению, пропагандистам, ну, не то, чтобы не верят, а меньшее количество верят. Все меньше, да. Да. Значит, скоро эти люди начнут понимать, что их армия на самом деле делает в Украине. Или это никто не хочет понимать? Нет, это происходит. Повторюсь, просто нет адекватного инструментария из-за репрессий, который позволял бы это все почувствовать. репрессии, ну, очень серьезное влияние на настроение людей оказывает. То есть человек в глубине души уже там понимающий, что ему врут, он боится даже самому тебе признаться в том, что он ну, там, несогласен. Да, потому что он он понимает, что вот в этот момент, когда он тебе такое скажет, они врут, пошли они все к черту, ну, он вступает на скользкую дорожку. И эта дорожка его в тюрьму приведет. И человек боится и не хочет. Ну, подавляющее большинство обывателей, люди мирные, совершенно не героические. Это везде там. Вот. Поэтому очень сильный превходящий фактор, который очень искажает социальную реальность, это страх. Я вас абсолютно искренне, как политтехнолог, уверяю, что если бы убрать фактор страха, если бы люди перестали бояться, то вот через полчаса, не полчаса, окей, через полгода от этих властных рейтингов вообще бы камня на камне не осталось. То есть я даже не говорю, что типа пустите Навального в телевизор, пусть он придет там на шоу к Соловьеву или Яшину или к Гудкову. Не, я даже этого не прошу. Окей, пусть информационная поляна останется такой, как есть, просто пусть люди перестанут бояться и пусть исчезнут силовики. То есть пусть пропаганда останется сама по себе. Понимаете ведь, как пропаганда работает-то? Человек смотрит Соловьева, а на самом деле видит он не столько Соловьева, сколько выглядывающего из Соловьева, значит, Бастрыкина, значит, следователя МВД, оперативника ФСБ, и там в конце еще, значит, Ксиновец со шваброй маячит. Знаете, куда у нее там, куда в России право разосовывают в тюрьмах заключенных. Вот, и все, и он видит эту братью и начинает кивать головой. Да, да, я согласен с Владимиром Рудольфовичем. Все правильно говорит. Понимаете? Не потому, что он реально согласен с ним, а потому, что не потому, что его аргументация этого Рудольфовича производит на него впечатление, да чушь это не аргументация. И почему Соловьев постоянно орет, почему у него такой истеричный крик? Потому, что он сам понимает, ну, фигню, извините за выражение, порет. Что никто его в это не поверит. И нормальный аргумент он найти не может. Ну, потому, что он отстаивает не ту точку зрения, неправильную точку зрения. И поэтому, его это бесит, он начинает себя накручивать и истерить. Истерика, это производная от вот этой собственной неуверенности в силе своих аргументов. И, знаете, как в древней риме они говорили, Юпитер, ты гневаешься, значит, ты не прав. То есть, сам по себе факт того, что ты гневаешься, интерпретируется, в общем-то, как доказательство твоей неправоты. И, хотя, и Соловьев, конечно, тот еще Юпитер. Вот, короче, уберите фактор страха и у них все рассыпется. Кстати, вот если вы заговорили о Соловьеве, вот Скобеева, Соловьев, Симонян, а что с ними будет? Ну, они все достаточно молодые. То есть, если условный Патрушев, старший, еще надеется, у него есть шанс умереть до того, как режим будет свергнут, умереть до Путина. Ну, потому что очевидно, что даже если режим продержится до конца Путина, то после этого он умрет. Не только Путин, но и режим. Да, но у Патрушева, как человек, который ровесник Путина, есть шанс умереть от старости раньше Путина. И в этом смысле он может чувствовать, что себя более-менее спокойно. То есть, у него есть надежда. А у этой публики вообще нет никаких надежды. Они все моложе, они точно переживут физически, переживут Путина. И значит, они конец режима крушения, режима застанут. И, конечно, с учетом тех преступлений с участниками, которых они стали, в Италии. Ну, им, конечно, придется сидеть. Сейчас мы не о виллах, да, в Италии? Сидеть придется в тюрьме. Ну, нет, конечно, да. Вопрос в российской тюрьме или в ГААГе, или в украинской. Но где-то придется сидеть. Да. Ну, то есть, до начала войны еще был шанс, что делается увольнение, может быть, конфискация имущества в рамках каких-то антикоррупционных проследований. В конце концов, ну, все то, что Навальный вытащил, уже вытаскивал по поводу этой публики в паблик, это же все в России постпутинской может и, скорее всего, станет предметом уже уголовных проследований. Вот. Ну, был шанс, что вот что-то конфискуют, уволят, но не поставят все-таки. А теперь шансов, что не поставят, ну, практически нет. Потому что это слишком очевидное преступление. Слушайте, я почему-то очень уверен, что они захотят сидеть в какой-нибудь европейской, норвежской тюрьме. Потому что в российской можно расплатиться частью тела. Ну, вот знаете, в данном случае я как раз, ну, я же политолог, и я должен мыслить институтами, да, я не могу себе позволить, хотя, конечно, и у меня человеческая реакция прорывается периодически, но я бы как раз не желал им ни швабры, ничего такого. Украинцы, я понимаю, ну, у них после всего, что произошло, есть право желать чего угодно. Но я пытаюсь удержать излишних эмоций, я все-таки исхожу из того, что Россия должна стать демократической. А в демократической стране ну, швабра не может являться инструментом в руках правоохранителя. Да, поэтому я бы хотел на самом деле не для них, а для вообще всей страны в целом, чтобы они сидели как в норвежской тюрьме. То есть, сидели долго, да, значит, может быть, пожизненно, но чтобы там не было того, что они творят сейчас с Навальными или с другими узниками. А может произойти такое, что вот сменится режим и нужно будет кому-то рассказывать о том, какой режим предыдущий был плохой. И вот возьмут этих Скобеевых, Симонянов, Соловьевых и скажут, ну, теперь давайте в обратную сторону. Не, ну, это в каком-то виде произойдет, но это не спасет их от значит, от тюрьмы. Ну, то есть, да, конечно, они будут усиленно пытаться это все как многие, допустим, фигуранты Нюрнберга делали, да, пытались, отбеливая себя, переложить ответственность на значит, на остальных там, нацистов. Вот, конечно, они тоже это будут делать, ну, потому что нет никаких оснований сомневаться в том, что это высшей степени аморальные люди. Вот, и это будет, но это их не спасет, ведь переход на сторону добра важен ситуацией, когда идет бой, а когда ты переходишь на сторону добра после его победы, ну, так грош тебе цена и никому, в принципе, особо твои показания-то и не нужны, и без тебя разберемся. Давайте теперь с этим на второй блиц от наших зрителей и вот следующий вопрос такой, если бы выборы были честными, Путин бы победил на выборах президента? Нет, сейчас уже нет, вот в 2018 году он честно победил, ну, то есть, понятно, нарисовали там, но, тем не менее, значит, ну, он точно набрал больше 51 везде, во всех регионах, то есть, он бы по-любому, даже если бы не рисовали, победил бы, значит, прямо в первом туре, а сейчас, если не будет победы на поле боя, они какие-то основания предполагают, что она у него будет, ну, у россиян не будет мотивации голосовать за Путина, он реально наберет, если выборы будут честными, опять же, честно это как, это значит, не просто подсчет честный, это значит, туда допустят, условно говоря, Гудкова, даже если Навального из тюрьмы не выпустят, и он не сможет, значит, участвовать в выборах, вот ей будет Гудков, ну, так вот, в смысле там, дебатов, если выборы честные, дебаты же будут, ну, Гудков порвет Путина просто как газету, и у Путина там не даже третий, вот сейчас я говорю третий, и у него даже третий не будет, ну, то есть он упадет там, не знаю, до 10-15, может, процентов. Почему приких кадыров? Ну, потому что, наверное, в первую очередь, просто потому, что, ну, он реально же в политическом проигрыше, а когда ты в проигрыше, ну, и не знаешь, как проигрыш превратить, твои игры, что ты молчишь. Ну, то есть, объективно, все его ценили и боялись за его предполагаемую силу, а украинцы доказали, что вовсе никакой он там не силач. Ничего особенного. Вот, и теперь, если раньше, значит, россияне в мире боялись кадыровцев, считая их чемпионами мира, то теперь выяснилось, что ВСУ гораздо страшнее, то есть теперь россиян надо ВСУ бояться, а не кадыровцев. Да, и кадыров в проигрыше. Ну, поэтому и молчит, нечего сказать. Убийство военкора татарского, разборки внутри России или дело рук кого-то другого? Совершенно не исключаю. У меня два ключевых версии. Первая – это спецслужбы Украины. Совершенно очевидно, что татарский враг во время войны, когда убивают врага, но ты подозреваешь его врага в убийстве. То есть обычно вообще по своему опыту могу уверенно сказать, что самое простое объяснение, самое правильное. А второе – это внутренние разборки, это группировка Сечина-Патрушева, которая пытается создать в стране атмосферу, в рамках которой невозможно будет не ввести военное положение, отменить предстоящие выборы, ввести военное положение. То есть они работают на этот сценарий, он окончательно уничтожит их аппаратных противников и приведет к тому, что Путин окажется в их объятиях столь тесно, что они после этого могут не бояться за свое будущее. Ну, до момента падения режима. Понятно, они этот сценарий только о нем стараются не думать. Поэтому они могут это сделать для того, чтобы создать по второй стороне атмосферу страха, которая предопределит введение военного положения. Россия будет председательствовать Совбези ООН. Может ли это навредить Украине? Строго говоря, нет. Ну, то есть, может быть, знаете, процедурно чуть сложнее будет на уровне, что называется, тактики. Да, но стратегически нет, это ничего не поменяет. Какой козырь для политического шантажа еще может использовать Путин? Да у него, кроме ядерного оружия, по-моему, ничего не осталось уже. Ну, то есть, он постоянно ищет, может быть, что-нибудь еще найдет, но пока, судя по тому, что он вынужден был, исчерпав себя в поиске аргументов, он вынужден был пойти на нарушение соглашения с самими, со своими китайскими партнерами, да, двинув ядерное оружие в Гаварусь. Это говорит о том, что, ну, ничего другого он не придумал. И он вынужден был поставить тут угрозу свои отношения с Китаем, которые для него стратегически важны. Да, то есть, если бы у него был выбор, как это делать, так сказать, провернуть всем, поугрожать, и при этом с Китаем не поссориться, конечно, бы он инструментарий использовал, но, видимо, нет. Он пока на, по крайней мере, пока на данном этапе. Скорее всего, будет просто бомбить Воронеж, что называется. Может, смертную казнь в Россию вернуть, может быть, ну, там, еще там сотни уголовных дел выпудят, еще какое-то количество детей отнимут у их родителей. Ну, то есть, только вот по такому экстенсивному сценарию двигается. Ну, это какие-то все сценарии, в которых показывают, что Путин реальный предатель своего народа. Да, безусловно, но он же таковым является, и, да, и у него сейчас других вариантов удержать свою власть нет, как усиливать вот эту составляющую. Только предавать своих, убивать своих, терзать своих. Ну, да, у нас это, в российской политической традиции, это называется бомбить Воронеж. Ну, то есть, понимаете, да, чтобы враги боялись, надо бомбить Воронеж. Бей своих, чтобы чужие боялись. Да. Абаз, большое спасибо за сегодняшнее интервью, интересная аналитика, все по полочкам. Ждем победы Украины.